Продолжим эту интересную тему исторического погружения в школьные годы. Сегодня мы спросили известных железногорцев, помнят ли они свою учебу, свой первый раз в первый класс, и как школа повлияла на их дальнейшую жизнь. Да, я очень хорошо помню. Я себя помню таким маленьким, осенний, такой дождливый день, поселок Сосновоборск, вот эту дорогу до школы, которая потом проходила много-много раз, я ее, конечно, очень хорошо помню. А вот школьные годы чудесными были, или вот как-то запомнились, как некое время, возможно, школа какая была? Что она стала после этого? Она, безусловно, была интересной. Я думаю, что для каждого человека она важна вот ровно потому, что именно в этот период наш человек современный взрослеет, вот начиная там с 7 и до 17, как раз происходит становление, и это накладывается на обучение в школе. Именно поэтому это очень важно. Вот внутренние изменения самого человека и его обучение в школе, они складываются. Мне вообще кажется очень важным сохранить себя как человека, потому что я смотрел свои детские фотографии, я смотрел фотографии своего сына из первого класса. У меня всегда вопрос возникает, как вот из этих замечательных детей, которые все добрые, красивые, улыбаются, потом из кого-то вырастают гении, а из кого-то подлецы, трусы и очень нехорошие люди. Вот когда это происходит? Вот это важно, сохранить вот эту вот доброту, вот эти улыбки в себе и вот светлое ощущение от мира. Вот это самое важное в школе, мне кажется. Ну, свой 1 сентября я помню очень хорошо. Я пошла в 1 класс в 98-ю школу, приучилась там 10 лет. Вот ощущение вомнения, тревоги, оно знакомо так вот до сих пор, потому что я очень боялась проспать 1 сентября. Я просто замучила маму, она мне показывала будильник, что он обязательно зазвенит, говорила. Ну, я так боялась проспать, что мы пришли на линейку, по-моему, одни из первых. У меня был громадный букет цветов. Вот такое ощущение радости, оно все время присутствует, когда наступает 1 сентября. И все последние, последующие 10 лет в родной 98-й школе, они были, ну, праздником. Это была встреча с одноклассниками после каникул. Это были новые друзья, это были любимые педагоги. Школа занимала в моей жизни очень большое место, и я благодарна своим педагогам и любимой 98-й школе за то, что вот эти 10 лет были и до сих пор. Когда я прохожу мимо школы, вот такое какое-то волнение ощущаю, потому что это действительно были лучшие годы жизни. Когда родители работают в школе, то школа не воспринимается, наверное, 1 сентября, так, как у всех остальных детей. Поскольку у меня мама тоже работала в школе, я как бы с ней знакома была давно и заранее, и вот этот день почему-то я его не очень запомнила. Хотя сама школа мне запомнилась очень ярко. Во-первых, я была очень активной пионеркой. Я ездила в Артек после 10-го класса, и это незабываемое, конечно, впечатление. А вот самое яркое, если событие школьное, это прием в пионеры. Я помню, это было зимой, как я поверх шубки своей повязала этот галстук, как очень долго на крыльце школы дома стояла, чтобы меня все увидели. Это было так ответственно, так было здорово, почему-то это самое яркое событие. Одно из ярких событий, когда первую оценку поставили. И это была точно не пятерка, но я с такой радостью несла эту оценку домой, в тетради показать, а мне как бы мама говорит, да ну и что, по-моему, даже трубка, что ли, это была. Она говорит, что с хорошим, кстати, как плохо написала, но это же была оценка. То есть оценка, вот она так и осталась, кстати, очень важным таким фактом для детей, к сожалению. Такого повлияло на вашу жизнь? Ну, конечно, ну, во-первых, я же говорю, я всегда вот занимала какие-то посты в школе, руководящие, будем так говорить, с детства. Была очень активная. Я помню, я даже ездила в Кемерово, это областной город, раза два приветствовать партийные конференции в числе пионеров. Ну, представляете, то есть вот такой вот жизни была достаточно насыщенная. Всегда это был пионерский лагерь, река Томь там и огромные лагери, каждое лето, это уже обязательно. Я вела эти линейки. Потом уже, когда я уехала в Томск, работала вожатая, то есть старалась не потерять вот эту нить. Поэтому, конечно, повлияло очень большое значение школы. Не буду лукавить, не скажу, что я помню минута за минутой этот свой первый школьный день. Но, помню, это был день такой дождливый. Мы все были в курточках. Свою первую учительницу, Номи Викторовну Закирьян, своих одноклассников, сам класс, мы уже как бы были знакомы, потому что мы еще, находясь в садике, проходили какое-то предварительное вот это вот обучение, не знаю, какая-то подготовительная группа. То есть мы там учились писать, читать какие-то первые буковки. Поэтому, в принципе, школа нам была знакома. Но эмоционально вот этот вот подъем, он все равно вот остался в памяти. Все-таки это какой-то новый этап, что-то такое неизведанное, что-то такое большое впереди. А какую школу заканчивали вообще? У меня эта школа была одна и та же школа. Какую она роль сыграла в вашей жизни, в становлении личности? Это была одна, и моя до сих пор, наверное, любимая 97-я школа. Вот я с первого класса и до самого десятого в ней отучился. И, в принципе, хоть последние два класса приходилось аж с Ленинградского ездить, но решение остаться в ней было такое однозначное. А значение, ну, самое, наверное, большое, потому что школа, как бы учителя и родители, они вот это смогли провести меня, как подростка, через вот эти сложные все рифы, скажем так, эмоциональные и все остальное, и подготовить нормально к дальнейшему, там, к институту, ко всему остальному. То есть учителя уже к старшим классам, ну, просто такие были, как, ну, друзья, не друзья сказать, то есть общий язык. Нормально общались, без всяких этих... До сих пор встречаемся, с многими общаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова